В этом году правила существенно изменились и количество людей, которые проходят в региональные, стало ниже. И в то же время регионы стали объединять в супер-регионы. И, к примеру, Европа в этом году объединяется с Африкой. То есть будет супер-регион, который называется меридианный регион. Но в соответствии с этим конкуренция стала гораздо жестче. И прошедшие региональные на предыдущих выходных показали, что нет каких-то явных фаворитов. И тем людям, которые в прошлом году или в прошлые годы отбирались на кроссфит-игры, они не могут считать себя в безопасности на региональных. Им нужно выкладываться в каждом задании. Поэтому смотреть и наблюдать за соревнованием стало гораздо интереснее в этом плане. Конечно, соперничество на европейских региональных в женском дивизионе – это особая история. Потому что за эти последние два года, и мы это знаем, мы знаем всех их, сформировался пул таких выдающихся женщин-атлеток, у большинства из которых окончание фамилии «Дотер», что бороться с ними за любое место на призовом подиуме уже почетно. А уж если встать рядом с ними, даже такой титулованной спортсменке, какой является Оксана, ну это безусловный успех. Поэтому я думаю, что несмотря на то, что все они наши исландские, скандинавские, вообще европейские спортсменки, которых мы хорошо знаем, находятся, насколько мы мониторим эту ситуацию в хорошей спортивной форме и полны желания победить, добиться серьезных результатов, у Оксаны, тем не менее, шансы не меньше. Ну, настрой хороший, в общем, желание выступать есть большое, и хорошо отсоревноваться и показать хороший результат. Вот. Нервов как таковых нету, то есть я не нервничаю, в принципе, стараюсь раньше времени не нервничать, чтобы не перегореть. Тренируюсь в обычном режиме, известны комплексы, времени еще много, и, в общем, уже все их практически попробовала, и продолжаю тренировать либо по отдельности какие-то упражнения, либо целиком комплексами. Вот. Очень необычно в этом году то, что много бега, много ГХД-сетапов, которых раньше не было, либо не было в таком количестве, много стяг-сумо тоже. Как бы такое упражнение, которое многие перестали, мне кажется, тренировать, от ненадобности, наверное, а зря. Оказалось, в общем, все это упражнение тоже оказалось на этих региональных. Вот. И еще. И много канатов. В общем. Что касается подсчета очков, вот здесь новшество действительно интересное, потому что мы привыкли к тому, к подсчету суммы мест, которая раньше существовала. И вот эта система подсчета суммы мест, ну, по сути, для многих атлетов не слишком уверенно себя чувствующих в каких-то дисциплинах, иногда становилась фатальна. Вот как наша практика турнирная показала, показывала, по крайней мере, на международных турнирах, если ты в каком-то из комплексов проваливался во вторую десятку, вот туда, да, то уже бороться за первую тройку проблематично. А новая система подсчета места, и это показывает уже практика ее применения, тем не менее позволяет, например, людям, которые в каких-то из комплексов становятся 35-ми, в итоге оставаться вторыми. То есть система вот таких подсчетов баллов, я думаю, она, ну, наверное, более объективна и дает, с одной стороны, обостряет конкуренцию, с другой стороны, дает больше шансов, более широкий диапазон открывает для, ну, какого-то разброса результатов по отдельным комплексам, скажем так. В прошлом году я тренировала, тренировала, то, что тестировала отборочные комплексы, там, за неделю, либо за 10 дней. У меня как-то время я хотя бы там укладывалась, вот, и сейчас все в притирку, то есть настолько, то есть там есть определенные ограничения по времени, и, ну, сложно сказать, то есть очень много времени уходит. Я, конечно, сейчас еще привыкну, все нормально будет, но то, что на адреналине, по-любому на соревнованиях, это должно быть получше, сейчас я в спокойном режиме все это делаю, но просто сложно загадывать, как будет. Задания в играх эволюционируют и меняются по сложности, в том числе, и, скажем, если в прошлом году отжимания строгие с дефицитом были на финальном этапе на CrossFit Games, то в этом году такие отжимания уже на региональном этапе встречаются. Если говорить в целом о программировании, о программе соревнований на региональных в этом году, то надо сказать, что она, конечно, в большей степени благоволит тем, кто в своем тренировочном процессе основной упор на плечевой пояс делает, потому что очень много упражнений, которые проходят через плечевой пояс, и относительно мало упражнений, которые выполняются или тестируют, скажем, силу или силовую выносливость ног. Поэтому в этом плане чуть-чуть баланс, конечно, смещен в этом году в сторону гимнастики на плечевой пояс. Разное было за год. То есть сначала думала уйти немножко от силовой, сделать больше акцент на выносливость, то есть сбросить мышечную массу, сбросить вес и сделать уклон на выносливость. Потом поняла, что все-таки в комплексах на выносливость все равно также мне не хватает каких-то физических сил. Как раз это было явно видно на соревнованиях в Новосибирске. И поэтому сделала уклон сейчас больше в силовую, не сделала уклон, вернее, а постаралась вернуть силовые показатели, но продолжая также работать на выносливость. Отсутствие Саманты Брикс, ну, это, безусловно, одного из конкурентов потенциальных выносит за скобки данного региона, но не умаляя достоинства всех других, о которых я уже говорил. Сара Сигмундсдотер прибавила очень здорово, достаточно сказать, что она выиграла практически все турниры по этому году, в которых она участвовала, в том числе и в Америке. Традиционно Кристин Хольте, традиционно все исландские спортсменки. Это Кармен Босманс в хорошей форме находится. Мы сейчас видели это в Брюсселе, так сказать, и вот буквально вчера она очень уверенно показала в рывке результат 85 килограммов. То есть это результаты, которые сегодня являются такими вот проходными для вхождения в клуб гроссмейстеров женского кроссфита, европейского, по крайней мере. И этот балл, эти килограммы, они уже сегодня достаточно высокие. К сожалению, пока эти килограммы в Российской Федерации, в женском дивизионе под силу только Оксане Слевенко. Кого-либо выделять не буду. Как в таких случаях говорят, непредсказуемы результаты. И все будет зависеть и от формы участников, и от конкретных комплексов, и от тех или иных тактических ошибок или успехов, которые покажут спортсмены на площадке. Поэтому сильнейшая будет конкуренция, острейшая, точнее говоря. Поэтому рассчитывать на какие-то легкие проходные, так сказать, результаты абсолютно не приходится. Растет очень женский кроссфит. Растет вообще европейский, поднимается в своем качественном уровне европейский кроссфит. Но, если говорить об Оксане, я вам должен сказать, она очень здорово прибалла в выносливости. В частности, вот Брюссельский турнир показал такой результат по гребле, который она никогда не показывала. На самом деле, если кто-то обратил внимание, она в своем задании на определенном этапе отгребла сильнее мужчины команды соперника. Поэтому я надеюсь на то, что ее тренировочный план подвел ее к той форме во всех ее кондициях, которые действительно нужны для участия в региональных играх. Успешное участие. Продолжение следует...